Всем привет, красавчики! Сегодня мы снимаем одно из интересных интервью. Наверное, это будет одно из самых интересных интервью на моем канале с разбором кейса моего, не побоюсь этого слова, друга Виталика, который проделал огромную работу на Амазоне, огромный путь в Америке. Сегодня мы хотим сделать более долгое интервью. Мы сразу договорились, что мы можем употреблять матные слова. Так что уберите детей от экрана. Мы будем говорить максимально открыто, возможно, этот подкаст будет долгим. И начну я этот подкаст с такого небольшого вступления. Собственно, как мы познакомились, потому что мы друзья, и это не совсем обычное интервью. Поэтому я расскажу с того, что когда я переехал в Америку 3 года назад, я завел свой YouTube-канал, где рассказывал про свою жизнь в Америке, про какие-то, скажем, нюансы. И я сделал видео, когда я приехал в Майами и поехал в Тир. А Виталик нашел меня на моем канале, который есть, в принципе, до сих пор. Я, возможно, его дальше тоже буду вести. Написал мне в личку, мы с ним познакомились. Он тогда учился еще в школе в 11 классе и мечтал уехать в Америку. Мы с ним дружили, и в какой-то момент он просто говорит мне, я бросил школу, я уехал в Мексику, я переезжаю в Америку. И я вообще, собственно, офигел, насколько он смелый, потому что у меня была как бы мечта в 11 классе бросить школу. И он ее осуществил. Я мечтал бросить школу и заниматься бизнесом. Виталик это сделал. Переехал в Америку. Первично, помнишь, я тебя встретил, помог тебе с первым жильем. Мы жили с ним в одной комнате три года назад примерно, может быть, три, два с половиной. Я непосредственно наблюдал весь его путь развития. И вот, Виталик, после такого, скажем, моей предыстории, моего видения, можешь ты вообще рассказать свой путь эмиграции, почему ты решил переехать в Америку, как это было, и рассказать последовательность вообще твоей жизни. Я бы хотел тебя послушать. Да, в первую очередь, Антоха, привет на этом дружеском подкасте. Все через YouTube. То есть я начал смотреть видео про Америку. Началось это все с видео про оружие. И постепенно я начал, вот такой подросток, 13 лет, начал раскрывать для себя Америку через оружие. Ну и постепенно начал видеть то, что помимо оружия есть огромное количество интересных штук в Америке. И постепенно начал интересоваться этой темой. И вот в 13 лет у меня уже появилась мечта приехать в Америку. Каждый день об этом думал, каждый день об этом мечтал. И как только исполнилось 18 лет, мне оставался один месяц проучиться в школе, но мне было не в терпёж. И я уже где-то через неделю после дня рождения уже был в Мексике на границе с Калифорнией. То есть ты когда приехал в Мексику, соответственно, ты переходил границу по приложению CBP One или до этого еще не было приложения? Как ты, собственно, эмигрировал? У тебя не было визы, давай рассказывай все. Ты же хотел сделать еще F1, помнишь, ты говорил? Да, я уже оформлял... У меня уже была на руках i20 форма от школы, думал сделать F-визу, вот. Но не успел, так как нужно было через Мексику ехать уже. И в Мексике тогда еще не было этих приложений, не было ничего такого. Тогда нужно было ждать именно вот эту вот очередь на границе, проходить все на машине. Это было вот только начало вот этого скачка эмиграции через мексиканскую границу. И просто арендовали, нет, не арендовали, купили машину, проехали через границу, заехали на границу с Америкой, уже на американской территории, попросили остаться. И вот так вот остались. Потом ты приехал ко мне в Сан-Диего, встретил меня, и фотку можно будет здесь посмотреть. Да, у нас еще есть совместная фотка. В день, когда мы с Металиком первый раз увиделись, мы сделали фотку, я собрал его с Сан-Диего, он еще весил сколько, 60 килограмм? Или... 65 килограмм, такой вегетарианец. Да, да, сейчас он, собственно, бодибилдер уже. Но об этом мы тоже поговорим. Окей, ты когда приехал, можешь, пожалуйста, рассказать свой путь эмиграции уже с момента, когда ты оказался в США? Да, то есть ты мне помог жильем. С жильем у меня был вопрос закрыт, но вот вопрос с работой, это всегда актуально для всех новоприбывших эмигрантов, то есть нужно зарабатывать деньги. И примерно со второй недели я уже вышел на работу, на мувинг, как у всех это бывает, как у тебя было. Начал таскать эту всю тяжелую мебель, утварь. И началось все с мувинга, потом постепенно начал пробовать другие работы. Переехал в другой город, в Сан-Франциско, с Лос-Анджелеса. Как-то меня по штатам, по-разным покидало, то есть я был, жил где-то в 4, нет, в 5 штатах уже жил, даже может быть в 6. Поменял около 20 работ, больше даже, чем 20 работ. Это примерно с 2 года, правильно я понимаю? Да, 2,5 года, больше 20 работ. Просто пытался найти что-то, что будет позволять мне развиваться и получать деньги при этом. То есть в Америке ты продаешь свое время, это не как у нас в России, там можно где-то отсидеться. Здесь нужно работать, платить белые. И поэтому я пытался найти что-то, что позволит мне развивать мой внутренний потенциал и при этом зарабатывать деньги. А какие работы ты перепробовал? Ну, примерно там из 20 какие-то основные, назови. Начиная с классических, мувинг-доставка, заканчивая такими подработками, как ассистент на видеопродакшене, работал в кар-рентал компаниях. То есть все работы, вышки также на вышках проводили, ставили антенны. Такой интересный экстрим был опыт. Вот такая работа была твоя любимая из всех. Может быть сейчас, кажется, некоторые ребята как раз-таки на том этапе, когда им нужно искать работу в Америке. Может быть, поделишься каким-то лайфхаком, где не такая большая конкуренция, где хорошие деньги за усилия, соотношение такое классное. Слушай, все очень быстро меняется. Я работал на вышках где-то год назад. Но вот по экспириенсу это был один из самых интересных вариантов. То есть вышки такая романтическая работа. То есть ты где-то там наверху что-то делаешь. Это прикольно, романтика такая. Знаешь, по Джеку Лондону. Да. И это была одна из самых интересных работ. А так надо искать там, где будут деньги, и при этом у тебя будет свободное время. На вышках у меня свободного времени вообще не было. Поэтому я не могу сказать, что у меня была какая-то любимая работа, потому что нужно было посвящать все свое внимание. Получается, если вы ищете работу, то, как я искал, вот добавь, если я не прав, или подкорректируй меня, я старался продать свой час максимально дорого, по возможности получить от этого пользу, и иметь возможность самому устанавливать свой график. Вот у меня была доставка еды, в то время в Лос-Анджелесе самая крутая работа. Наверное, когда ты уже переехал, по доставке еды было меньше зарплаты, и тебе она, наверное, скучной казалось. У меня тогда прав не было. Нет, вот начинать самозу. Точно, точно. Ты, короче, вообще на режиме hard проходил эту игру. Я бы еще хотел немножко отдалиться в период, когда ты еще жил в Москве. И что я запомнил, когда я общался с Виталиком, он учился в школе, и твой schedule, твое расписание выглядело так. Ты просыпался каждое утро в 5 утра, медитировал, учил английский, учился программированию. Правильно? Да, да. 4.29. То есть у тебя была такая цель попасть в Америку, и ты к ней готовился. То есть ты планировал изначально программистом стать, правильно? Да. И получается, ты учил английский. Вот расскажи, какой период ты в таком режиме жил? Да, я так прожил, точно не помню, но минимум где-то 4 месяца или 5-6 месяцев где-то так прожил. То есть я вставал в 4.39. Так у меня был основной будильник на 4.30 и дополнительно 4.29. Просыпался, медитировал, перед школой занимался программированием, шел в школу, там как бы просто сидел, ничего не делал, там что-то... Мог иногда зайти на Зилу, посмотреть, как... Сколько стоит недвижимость в Америке, повдохновляться, знаешь, постоянно вдохновлялся. И приходил домой и садился за английский и за программирование. То есть у меня в день стабильно 3-4 часа на программирование уходило. И ты все это делал до школы, правильно ты в школе учился? Да, вот час до школы, 2 часа где-то до школы, 2 часа до школы и 3-4 часа после школы. Вообще красава! Чисто школьник заряженный. Окей, давай, пожалуйста, перенесемся, как у тебя проходил вот этот вот этап работ? То есть какие у тебя были ощущения и почему ты перешел от работ все-таки к бизнесу? Как эта трансформация произошла? Ну смотри, я думаю, большинство твоей аудитории это заряженные ребята, которые хотят жить эту жизнь по своим правилам, хотят делать то, что они хотят, развивать свой потенциал. Кто захочет на кого-то работать, ограничивать свое время, ограничивать свои ресурсы, естественно, появляется огромное внутреннее желание сделать что-то свое, что позволит тебе систематизировать это и поставить на поток, получать деньги и заниматься своими любимыми делами. Ты мой пример, ты мой друг, я видел, как ты запустил этот бизнес, как он у тебя пошел и поэтому я был уже на большую часть уверен, что это рабочая схема, рабочая бизнес-модель и таким образом я пришел к этому. Круто, то есть ты, скажем так, из своего окружения видел меня, видел, что бизнес рабочий, ты, кстати, со мной еще до того, когда я начал Amazon знаком, то есть мы с Виталиком были знакомы до того, когда я еще начал Amazon и я вообще хотел открыть агентство по оформлению виз студенческих для русскоязычных в Америку и вот как раз таки мы с Виталиком часто звонивались и обсуждали идеи и я в какой-то момент выбрал Amazon и вот, наверное, тебя тоже вдохновил, ну, может быть, мой рост, ты видел, что я прогрессировал все это время и выбрал эту модель, а ты выбирал ли какие-нибудь другие бизнес-модели в Америке? Смотри, я рассматривал разные бизнесы, то есть от фитнеса, знаешь, там, personal training, то есть тренировать людей, это уже такой больше не бизнес, а самозанятость, а рассматривал такие какие-то бизнесы, связанные с предоставлением услуг, то есть популярные у нас бизнесы, это moving, cleaning и так далее, рассматривал что-то такое, что просто позволит, там, открыл лейдинг, грубо говоря, опустил на него аудиторию и собираешь заявки, вот, но я неопытный, у меня нету еще опыта в этой индустрии и не было ментора рядом, который мог бы объяснить, и единственное, на что у меня вот упал глаз, это Amazon, потому что, ну, есть пример положительный и есть, как бы, потенциальный ментор, поэтому выбор напал на Amazon. Получается, была понятная, заметная точка входа в этот бизнес, да, через меня, если бы у меня был moving, ты бы тоже, по факту, был в таком бизнесе. Ну, грубо говоря, да, то есть, нам нужно что-то, в чем мы уверены, то есть, у нас должна быть вера в это, и вот, то, чем мы сейчас занимаемся, мы показываем, разбираем кейсы, знаешь, если бы я даже тебя не знал, если бы я нашел тебя в YouTube, посмотрел бы твои видосы, то я бы рассматривал бизнес на Amazon в любом случае, потому что именно нужно что-то, что ты видишь, работает на 100%, и есть пруфы того, что это работает, есть кейсы, и если бы я что-то такое нашел бы, то я бы выбрал бы, если бы я, допустим, с тобой не был бы знаком, и не был бы знаком с этой бизнес-моделью. Да, круто, мне тоже кажется, что когда ты видишь кейсы других людей о какой-то бизнес-модели, либо же там ниши, рынки, ты видишь реальное подтверждение тому, что это работает здесь сейчас, что это актуально, есть понятная точка входа в бизнес, такой бизнес просто тупо легче начать, мне кажется. Круто, окей, хорошо, когда ты начал работать на Amazon, поправь меня, если не прав, по-моему, это был в сентябре, ты начал обучаться и продавать. Да, начали в сентябре, то есть я и мои партнеры, мы начали в сентябре, взяли курс и начали проходить этот курс, прошли его где-то за две недели, то есть основной материал, который там есть в курсе, мы прошли заранее, первый раз, и потом проходили эфир и пересматривали еще, то есть закрепление было. Прошли курс, после курса у нас было уже понимание, как это все работает, то есть не просто, вот, знаешь, осведомленность какая-то была, то, что есть Amazon, онлайн-арбитраж, это как-то работает, знаешь, а уже было точное понимание, куда идти, как действовать, какой план, у нас уже был план, вот, и в сентябре начал, да, и сейчас развиваешься, мы к этому еще перейдем, а расскажи про конкретный путь, вот, например, сложно ли было найти первый товар, который ты сам нашел и заработал на нем? Знаешь, ты должен просто искать, и в определенный момент ты натыкаешься на этот золотой слиток, и вот у нас был такой первый продукт, где-то, где-то во второй месяц мы его нашли. Во второй месяц. Продукт с ROI 100%, больше 100%. То есть ROI – это коэффициент отдачи инвестиций, и выглядит он примерно так. Если мы закупили товар на 1000 долларов, продали его, и за вычетом всех расходов мы получили 1000 долларов сверху, то есть 100%, соответственно, ROI по этой сделке 100%, и мы в онлайн-рабитраже стремимся максимизировать наш ROI, чтобы на наши вложенные деньги мы получили максимальную доходность. В данном случае, Виталик закупил товар, там, условно, на 1000, срываем 100%, ты получаешь 1000 обратно. Или вот на сколько вы сразу закупили первый товар? Сколько мы закупили? Ну, где-то, где-то 1000 чай вышло. 1000 чай вышло, да. Круто. И какие у тебя вообще были ощущения, когда получилось первый товар найти? Или когда у тебя был самый пик таких эмоций? Расскажи, когда ты понимал, что бизнес работает, потому что нам всегда нужны подтверждения, что все работает, чтобы продвигаться вперед. Смотри, я убедился на все 100%, что бизнес работает, когда мы закупили пробный товар, когда мы его запаковали, сделали первый FBA shipment, отправили все это на склад Амазона, когда через несколько недель мы увидели, ну, там же Амазон дает какие-то сроки, 2-3 недели на принятие товара этого, и когда мы через 3 недели увидели все первые продажи, тогда уже, ну, дофамин пошел, и мы убедились в том, что все это работает. Все это серьезная вещь, да? Все это из мысли перешло в материю. И это был такой первый момент, когда мы поняли то, что это все работает на все 100%. И второй момент был, это когда нашли товар с роем 100, я не помню сколько, но больше 100 было. И когда у нас пошли первые продажи, там вообще уже дофамин пошел, то есть мы почувствовали запах наживы, и все, и замотивировались, и работали, то есть мы совмещали с работой тогда, но в свободное время, когда приходим с работы, у нас все уходило на Амазон. Круто. И пробный товар, это тот, который мы выдали вам, правильно ты? Круто. А такой еще вопрос, а когда были моменты, наоборот, когда было просто сложно, ничего не получалось, и вот вы чисто на внутренней энергии пробивали вперед на вере, вот были такие моменты самые сложные? Да, смотри, даже сейчас через это проходим, каким образом, то есть косвенно проходим через это, у нас же есть серчеры, то есть когда человек новый приходит, ему нужно показать, вначале его нужно убедить в том, что можно найти товар, то есть самый первый товар, это самый трудный товар, и до сих пор с этим сталкиваюсь, только не я не верю, а допустим серчер не верит, и нужно его в этом убедить. И также с самого начала, когда ты начинаешь искать товары, ты не нашел еще этот товар, и у тебя такое ощущение складывается, то что там уже на Амазоне все нашли. Просто нужно набираться терпения, даешь себе там три недели, постоянного поиска, ищешь, 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 тут тоже элемент небольшой, есть удачи, то есть ты должен наткнуться на этот товар. Ну тут тоже удача, помноженная на количество часов. Вот, и работаешь, 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 и рано или поздно ты в любом случае найдешь товар. Просто, просто ты должен сказать, я его найду, и работаю. Круто, а давай тему удачи расширим, потому что мне кажется, что удача, она влияет больше не на то, что найдешь товар ты или нет, а на как быстро ты его найдешь. То есть, как я думаю, что если даже у тебя нет удачи, просто фактора совпадения такого нету, то ты найдешь его просто не за первую неделю этот товар, а за пятую неделю, как ты думаешь? Сто процентов, сто процентов. То есть, самое главное здесь, это уделять этому время, рано или поздно ты в любом случае найдешь. Просто, если ты удачный человек, то тебе повезет, ты в первой неделе найдешь что-то. Если ты менее удачный, то в любом случае, рано или поздно, месяц, два, сто процентов найдешь. Ну я замечаю, что бывают люди, которые дольше ищут товар первый, но, когда они привыкли системно работать каждый день, то они удачных людей тоже обходят. То есть, например, кто-то быстро нашел первый товар и перестал работать. И он может в долгосрок проиграть тому, кто сразу не нашел, но он мобилизировался, организовал свой труд четко, расписание, работал и получил результат. Следующий вопрос. «А сколько ты вообще времени тратил?» Мы сейчас перейдем к такой теме, сколько надо время тратить, чтобы быстро расти. Ну смотрите, если совмещаете работу, то минимум три часа должно быть у вас в день затрачено на Amazon. Если у вас есть возможность уйти с работы, если у вас есть какая-то подушка денежная, то 10 часов. То есть, изучение дополнительных материалов, освоение уже пройденного материала, закупка, отправка, все вот это, оно в целом должно занимать целый день. То есть, первый месяц, когда вы уходите с работы, у вас должно в 100% внимания уходить на бизнес. И я потерял, получается, 3 килограмма в этот период, когда мы ушли с работы. И когда у нас пошло дело, то есть, нужен был полный фокус, потерял 3 килограмма веса. Как бы, приоритеты должны у вас всегда быть на бизнесе, на Амазоне. Да, это мы говорим, если ты запускаешься прям быстро. Мы сейчас поговорим о твоих результатах, но можно две стратегии выбрать. Либо по чуть-чуть совмещать с работой, продвигаться, понемногу расти, либо полностью ва-банг, ушел с работы. А если уходить с работы, смотри, мое мнение, потому что многие ребята сейчас в Америке деньги с работы используют для проживания, да, как я сделал? Я потихоньку с заставки уходил. Я работал в какой-то момент просто суббота, пятница, воскресенье, прайм-тайм, то есть, типа, после 4, когда самые большие заказы идут, чтобы оплачивать свои белы. А вот как ты думаешь, те ребята, которые будут, может быть, на нашем курсе уже учатся, хотят уйти с работы, как бы ты им сделал так, чтобы они вдруг не остались, как бы в такой ситуации, что Amazon еще не пошел, денег уже нет, ну и ты понял, короче. Ну, тут нужно отталкиваться от ситуации каждого человека. Давай два примера разберем. Допустим, у тебя есть какая-то сумма денег, скажем, 10 тысяч, может, 10 и выше, то тогда, если ты веришь в это дело, то ты можешь уходить с работы и полностью заряжать эти деньги в Amazon. Если ты все правильно сделаешь, то можно будет жить за счет этих денег тоже. Но если у вас меньше 10 тысяч, то, конечно, будет лучше диверсифицировать эти все вещи, остаться на работе, может быть, найти какую-то part-time работу, закрывать свои белы с этой работы, вкидывать туда немножечко денег с работы и постепенно развиваться. То есть, да, рост будет намного, ну, не намного, но в несколько раз медленнее, но в любом случае рост будет. То есть, тут нужно отталкиваться от ситуации, в которой вы находитесь. Если у вас есть деньги, если у вас есть подушка, гофры, если нету, то лучше, конечно, остаться на работе, либо найти какую-нибудь part-time работу. Да, ребят, мы стараемся вам просто адекватные советы давать, даже если несмотря на то, что у Виталика сработало, опять-таки, надо сказать, что у тебя, ты один, то есть не то жены, не то детей. Если у вас есть как бы ответственность за других людей, возможно, вам надо договориться с женой, то есть вам надо организовать свою жизнь, чтобы вы могли скромно жить, существовать, потерпеть немного и, соответственно, сделать результат на Амазоне. Такой, как бы, как бы вы еще без денег, но работаете много, то есть надо немного потерпеть. Окей, круто, а с какого капитала ты начинал? Или ты ответил на сначала? Тоже хочу добавить то, что ничего не буду таить, я сейчас подрабатываю на доставке, то есть, я тот человек, который начал не с 10 тысяч, закрывать белы, конечно, хочется, не доставая деньги из бизнеса, деньги хочется держать в обороте и крутить их, поэтому, как бы, 4-5 часов в день доставки у меня присутствуют до сих пор в жизни. А какая-то стратегия? Ты, получается, все деньги хочешь реинвестировать обратно в бизнес, да? Да, хочется выйти на какую-то нормальную цифру ежемесячно и тогда уже уходить с работы и так далее, но сейчас полностью реинвестирую все деньги, реинвестирую в бизнес, вообще их не достаю. Да, круто, у меня тоже была ситуация, когда я уже нашел свой первый товар, я на нем делал разбор, это щетки Куип и зарабатывал уже 10 тысяч долларов, я все равно работал в доставке для того, чтобы оплачивать все свои счета и каждый месяц мой капитал для бизнеса вырастал на 10 тысяч баксов, то есть, я из-за этого очень быстро рос, и я вот себе тогда благодарен, что я немножко тогда потерпел, вроде у меня уже были деньги, там уйти с работы, я просто потом в аварию попал, я тоже работал на доставке условно половину дня, часов 6 на доставке, 6 часов на Амазоне, по 12 часов в день без выходных, я просто уснул за рулем, попал в аварию, и как бы я бросил как бы таким образом доставку. Судьба тебе дала знак, да? Да, судьба мне сказал, все, Антоха, рэ, твоя стратегия устарела, давай на Амазоне, я перешел. Круто, ну, еще скажу, что сейчас я тоже проинвестировал в Виталика свои деньги, потому что я в него верю, и уже промежуточные результаты, которые он показывает, очень крутые, мы сейчас тоже поговорим. Можем ли мы поговорить о результатах по хронологии? Какие были вообще цифры у вас, допустим, с сентября и до сегодняшнего дня примерно? Да, конечно, смотри, вот период с сентября до конца декабря, он у меня уже замыленный в голове, потому что огромное количество задач было за январь, и как бы честно, не могу сказать периодически, как там развивалось все, то есть у нас была в начале продажа вашего товара, который вы дали, потом у нас были какие-то, ну, нормальные продукты, сроем 50, они чуть-чуть-чуть пришли, чуть-чуть ушли, чуть-чуть ушли, не было никакого такого яркого, знаешь, выраженного. И вот у нас, когда был товар с сроем 100, это запомнилось сильно, странировал он где-то в ноябрь месяц. И в следующий момент, когда я прям очнулся, это был январь, когда у нас уже сформировалась команда серчеров, когда мы с партнерами объединились и решили играть, в общем, до талого, на все деньги. И вот в январе, за январь у нас получилось 50 тысяч продаж, 20 тысяч профита, 22 тысячи профита. Круто. А какой у вас средний рой был? 160 где-то. 160. Слушай, многие ребята, скорее всего, которые у нас отучились, либо учатся, либо хотят где-то начать, они как раз таки, им интересно, очень ценно слышать такие истории успеха. А мог бы ли ты для вдохновения им показать селлерборд, либо какой-то скрин нам скинуть? Да, опять сразу же скажу, это просто хороший месяц получился. Да, вы хорошо работали. Да, три товара получилось с большим роем у нас за этот месяц, и это дало такой результат. Такое, сразу говорю, будет не всегда, то есть, есть месяцы, когда может рой снизиться до 80, до 60, до 50, в зависимости от того, как ты работаешь, как сильно твоя команда ищет эти вилки. Но вы должны минимальную планку себе ставить, на которую вы там, допустим, минимум 50 рой, и в принципе результаты будут хорошие. Да, круто. Я считаю, что периодически такие товары постоянно появляются у нас. Я уже давно работаю. Разборы товаров на канале делал с рой 100 и выше. Но, конечно, бывают такие периоды, когда тяжело находить постоянно такие товары. О, круто, ребят. Сейчас я вам покажу, я не знаю, вы же видно в камере, селлерборд. Вот. Мы закинем скриншот. Я думаю, ребята, которые сейчас развиваются, они уже понимают в целом, что эти цифры значат. Как я понимаю, 22 тысячи чистыми вы заработали с партнерами за месяц, правильно? На онлайн-арбитраже после нашего курса и по тем методикам, которые мы там давали, правильно? Да, 100%. То есть смотри, получается, та система, которую я тебе показал, ты ее внедрил. Несмотря на то, что первый товар нужно было искать через какую-то какую-то мотивацию внутреннюю, ты все применил и получился такой результат. Круто. На самом деле, офигенно. А что было самое полезное на обучение, что ты можешь выявить такого, что тебе очень сильно помогло? В первую очередь, это сам курс, то есть это must have, то есть вы выбираете, либо вы концентрированно беретесь и учите информацию в краткий срок, то есть месяц у вас-то, либо вы рандомно ищите какие-то видео на ютубе, читаете форумы, реддиты и так далее и уделяете этому делу там полгода. В общем, ясное дело, курс – это must have. Вот. Также первый продукт дает тебе дофаминовое такое положительное закрепление, то есть ты закупил продукцию, ты распечатал лейблы, приклеил, отправил, ты получил первые продажи. Это 100% тоже штука, которая дает мозгу положительное закрепление. Дадим два основных момента, которые, конечно, очень сильно помогают. Я еще даже заметил, что на ютубе или на реддите иногда бывают советы вредные. То есть, сейчас приду пример. Некоторые ребята на ютубе, которые что-то показывают, там, например, говорят, что ROI 20 или 30 – это вообще топ и нужно работать. Я лично работаю с товарами там от 40% ROI, ну, и до 100, как получится. Вот, то же самое, можно услышать вредный совет, начать как бы его применять, и ты потеряешь как бы много, скажем, времени и денег. 100%. Третий момент, который я хочу сказать, это то, что у тебя есть обратная связь, то есть, ты вопрос задаешь на коле, допустим, когда у нас вот еженедельный созвон, то есть, ты можешь получить ответ непосредственно от тебя и также вот поддержка, то есть, тебе не нужно ходить на форумы, ты просто здесь в своем, в своем комьюнити спрашиваешь там у, либо, как это называется, куратор, либо у куратора, либо на коле у тебя, да, то есть, это тоже ключевой момент, третий. Да, круто, то есть, таким образом получается, что мотивации хватает как бы больше, потому что ты продвигаешься быстрее, и у тебя твои достижения и победы, они быстрее приходят, то есть, как бы и самому тоже можно разобраться в Амазоне, можно реально полгода сидеть там, допустим, или сколько-то месяцев, какой-то срок читать, ютубы, стараться это все применять своими собственными ошибками, тестировать какие-то дела, то есть, без курсов, реально, ребят, можно запускаться абсолютно точно, то есть, я когда запускался, у меня обучение было там, ну, попроще, да, и так или иначе, я за счет своей мотивации, там, пробил головой себе дорогу, но это стоило мне очень больших усилий, и если вы живете в Америке, каждый день ваши платежи, допустим, жилье, страховка, там, машина и так далее, это 100-150 долларов, даже если очень экономно жить, и каждый день вам стоит денег, а если еще взять твой результат, 22 тысячи, это получается где-то по 700 долларов чистым в день, вот, то есть, ты как бы, если бы сам разбирался, ты бы не заработал каждый день по 700 долларов, да, правильно я понимаю? Да, то есть, каждый месяц откладывания, каждый месяц неполучения результатов, это минус там, 22 тысячи, грубо говоря. да, да, и каждый день, который ты не запустился, пока у тебя продажи не идут, пока ты изучаешь форумы, он тоже забирает эти деньги, которые ты не заработал. Скупой платят дважды, да? Ну, возможно, да, возможно, иногда инструменты, какие-то, в каком-то деле, они могут быть полезны, ну, например, там, не знаю, можно же учиться на гитаре играть по ютубу, чисто смотреть, куда надо пальцы ставить, да, то есть, без гитары можно, в принципе, учиться. На деньги не влияет, Ну да, я имею в виду на прогресс, типа, то есть, если ты без инструментов какие-то вещи, бывает, делаешь, то, возможно, они у тебя дольше будут, как бы, условно, занимать времени, ну, или, например, там, ты бегаешь, можно же не в беговых кроссовках бегать, то есть, ты по факту без инструментов запускаешься, но тоже можешь прийти к результату. Просто в 21 веке нужно быть очень быстрым, как бы, нельзя на лошадях, знаешь, сейчас двигаться, ну, если только для удовольствия, знаешь, если ты Amazon думаешь, это будет твое хобби, тогда ты можешь, как бы, знаешь, на лошади двигаться, но сейчас в 21 веке уже есть ракеты, которые Маск отправляет куда-то там, почему бы не выбрать второй, второй вариант, средство передвижения второе. Да, слушай, круто, а расскажи, пожалуйста, вообще, как выглядит у вас сейчас команда, то есть, расскажи про внутрянку небольшого своего бизнеса, которую ты хочешь рассказать, как, там, какие процессы, допустим, поиск товаров, закупка товаров, отправка, как это все выглядит. Да, смотри, то есть, основная, основные наши сотрудники, это серчеры сейчас. Как бы, обычно, как нужно делать? Серчер и человек, который закупает продукцию, но у нас сейчас все занимаются непосредственно поиском товаров, потому что нужны хорошие вилки здесь сейчас, большой рой и так далее, поэтому все наши ребята занимаются сейчас серчером, серчингом, вот, и один человек у нас, Паша, привет, Паша делает свою работу очень хорошо, то есть, он с пацанами договаривается, что они будут делать, он им дает работу, он проверяет их результаты, он их мотивирует, он их ругает и так далее. То есть, один человек у нас за старшего, такой менеджер, и все остальные пацаны занимаются поиском. Блин, на самом деле круто, а как ты дальше видишь, допустим, свое развитие и построение команды? То есть, сейчас вот результат за месяц получилось сделать 22 тысячи долларов, как вообще ты дальше видишь свое развитие, как предприниматель, как амазонщик, как человек, скажем так? Да, но в первую очередь нужно автоматизировать полностью онлайн-арбитраж на Амазоне, то есть, это несколько серчеров, это менеджер, это закупщик, то есть, автоматизировать, собрать полную уже команду, которая сможет работать без какого-то вмешательства, автоматизировать вот эту вот удаленную часть команды, также найти сотрудника здесь локально, который будет заниматься запаковкой, сборкой продукции и так далее, то есть, заниматься уже местными вопросами, то есть, цель, самая ближайшая, это автоматизировать этот бизнес, поставить его на рельсы, то есть, чтобы моего вмешательства не нужно было. А как тебе сейчас кажется, насколько сложно это сделать? То есть, у тебя есть понимание, как это делать, либо ты наоборот думаешь, что там это вообще типа нереально? Смотри, я не думаю, насколько это сложно, то есть, я вижу то, что это возможно, это далеко достижимая цель. И просто у меня сейчас фокус на том, как это делать, но я не думаю, что это прям суперсложно. Да, будут свои нюансы, какие-то вопросы нужно будет решать стопудово, но как бы ко всему готово. Да, красавчик. А если бы ты сейчас заново с нуля запускался на Амазоне, как бы ты свое развитие построил? Вот ты сейчас, к примеру, представь, мы с тобой сто раз так вот сидели, общались до Амазона, и представляешь, что мы переместились там на год назад, и мы с тобой, как обычно, встречаемся, там пьем чай, общаемся о жизни, и ты говоришь, я запускаюсь. Вот с того момента, как бы ты запустился с нуля? Ну там бы у меня уже была уверенность в том, что бизнес работает на все 100%, то есть не на 80%, а на 120%. Я бы в первую очередь бы сел бы за поиск продукции, нашел бы первую продукцию, сделал бы первые какие-то продажи сам, посмотрел то, что все четко, и второй шаг – это наем сотрудника, то есть тоже отталкивался бы от количества средств, которые я имею. Скорее всего, я бы сразу искал инвестиции после получения каких-то первых цифр, то есть просто показать человеку то, что бизнес-модель рабочая, и привлекал бы инвестиции. В общем, фокус у меня был бы на поиске товаров и на поиске инвестиций, ну и постепенно бы брал бы сотрудников, которые будут искать товары вместе со мной. Две вещи нужно иметь вам в своей голове, это первое – поиск товаров, второе – это поиск инвестиций. Два ключевых таких, два столпа онлайн-арбитража. Согласен. Какой минимальный бюджет для старта ты бы вот сказал нашим ребятам, кто-то может сейчас хочет запуститься, какой вот минимальный бюджет должен быть? С учетом того, что можно привлекать инвестиции, там займы брать, но вот сколько нам денег иметь, помимо покупки курса, либо же оплаты сервисов? Помимо курса, я думаю, штука баксов – это минимальная цифра, с которой можно начинать. То есть ты можешь первый продукт уже купить. Естественно, ты не будешь жить за эти деньги. Это просто что-то, что позволит тебе за несколько месяцев полностью понять все подводные камни, все какие-то мелочи. В общем, научиться этому делу и чтобы у вас была ясная голова вообще. Вот, это минимум тысяча. Но, естественно, чем больше, тем лучше. То есть, когда вы получили первые продажи, когда вы уже уверены на все 100%, тогда ищите инвестиции, то есть занимайте у дедушек, у бабушек, у друзей. Да, привлекайте инвестиции. Но я тоже абсолютно согласен, по крайней мере, с тем, что если покупать какой-то курс, который стоит там в районе 1000 долларов, то на сам товар тоже должна быть хотя бы 1000 баксов, потому что даже если вы научитесь там находить товары классно, разберетесь, но у вас не будет денег на то, чтобы их закупить, попробовать, и это все как бы прогнать, проработать, то, соответственно, ну не было смысла вообще это начинать. Я думаю, что если вообще маленький бюджет, тебе 300 баксов есть, и все, надо точно запуститься, там, ты живешь условно в Америке, то тогда можно самому начать разбираться, полгода тратить на ютубах, либо же подкопить деньги на какой-то работе, там, 2-3 тысячи долларов, и уже начать, вот по этой стратегии, о которой мы говорили. Круто, а какой бы ты совет мог дать тем ребятам, которые сейчас хотят начать бизнес на Амазоне, какой бы ты им совет дал, вот как человек, который прошел уже какой-то путь, для того, чтобы у них максимально быстро получилось прийти к результату? В первую очередь, не нужно, даже если у вас есть вот сейчас 300 долларов, не нужно изучать это самому, потому что вы проигрываете, вы думаете, что вы экономите деньги, но быстрее будет заработать 700 долларов к этим, ну, вернее, уже 1700, да, чтобы закупить первую продукцию, а так будет мудрее сделать, поэтому накопите деньги, 2 тысячи долларов, курс, плюс закупка товара первых, купите курс, пройдите его, если у вас есть желание работать в команде, в команде вы можете охватить больше информации, 2 головы лучше, чем одна. В команде ты имеешь в виду с партнерами, да? Да, запартнериться с кем-то, то есть командная работа, она будет вас продвигать быстрее, и начинать проходить курс, прошли курс, закупили продукцию, как можно быстрее освоить эту нишу, понять, как это все работает, все это на практике изучить, и начинать бомбить, то есть вот такой план очень простой, ничего не нужно изобретать, взяли курс, прошли его, продали первую продукцию, и дальше просто уже масштабируетесь. А вот насколько сложно это повторить, потому что часто у людей есть такое мнение, что вот твою историю повторить, ну, суперсложно, ты типа начал в какое-то время специальное, то есть условно полгода назад это было актуально, сегодня некоторые думают, что это неактуально, что продавцов много, вот как ты думаешь, насколько большая конкуренция, насколько с нуля сейчас твой результат повторить реально? Тут вообще нужно вставить motivation speech такой, знаешь, тут в общем зависит все от тебя, то есть если ты веришь в это дело на 100%, если у тебя есть запал, у тебя все получится, просто запасись терпением по времени, и рано или поздно в любом случае ты стрельнешь, ты найдешь тот товар, который у тебя пойдет и так далее. Единственное, что тебе нужно, это характер. Если ты как бы в жизни не обладаешь каким-то характером, то тогда будет трудно. То есть расшифруй, давай просто до ребят донесем, у нас тоже нету задачи, чтобы люди, которые у нас обучались, которые допустим не подходят по критериям до Амазона, которые там на последние деньги покупают обучение, у которых априори все не получится, опиши, пожалуйста, вот какими качествами нужно обладать, для того, чтобы вот получить успех здесь на Амазоне, это очень важно. Ну, усидчивость первая, потому что нужно найти этот товар. И знаешь, вот если, я это ассоциировал с джимом, то есть когда в зал ходишь, ты не получаешь первые результаты в моменте, тебе нужно настроить режим, тебе нужно настроить сон, настроить диету, таскать эти веса тяжелые, и тогда у тебя первые результаты какие-то будут, они отсрочены эти результаты, то есть через несколько месяцев, два-три месяца. И вот обычно люди с каким-то спортивным бэкграундом, мне кажется, они более способны вот к онлайн-арбитражу, к бизнесу и так далее. У них больше способностей. То есть усидчивость, вера в эти отложенные результаты, то есть у вас должно быть терпение, а результатов здесь и сейчас прям не будет, и вы должны быть к этому готовы. Вот это два момента терпения, усидчивость. То есть постоянство в достижении цели без быстрых результатов. Да. Круто. А такой вопрос, с нуля на сегодняшний день, по твоему мнению, до чистой прибыли 10 тысяч долларов, как дойти и сколько нужно времени? Вот с нуля, если кто-то сейчас начинает, и у него есть цель зарабатывать 10 тысяч чистыми в Америке, вот сколько нужно работать, чтобы этот результат получился? Я думаю, от двух до шести месяцев к этому результату можно выйти. То есть два-шесть месяцев. Тут уже можно сделать поправку на везение. От двух до шести месяцев, я тоже считаю, это срок адекватный. Я обычно говорю, четыре месяца плотной работы принесут результат. По финансам, давай людям тоже скажем адекватные, адекватную доходность, которую можно получить. То есть, чтобы заработать 10 тысяч баксов, вот сколько нужно денег вложить в товар, иметь и так далее. Как ты думаешь? Зависит от роя. Если вы много работаете, ищите товар с высоким роем, то на каждые 10 тысяч вложенных вы будете получать 10 тысяч прибыли. Чтобы 10 тысяч сделать, нужно на 10 тысяч купить товара хорошего. Да, то есть, если вы работаете очень хорошо и вам удалось найти вилку с роем 100%, то на каждые там вложенные 10 тысяч вы получите 10 тысяч профита. Если вы работаете, там у вас ограниченное количество времени есть, если вы найдете вилку с 50% роем, то на 10 тысяч вложенных вы получите 5 тысяч прибыли. То есть, ну вот примерно минимум, на который нужно рассчитывать и соглашаться, это 50% роя. То есть, на каждые 10 тысяч вложенных получаете 5 тысяч прибыли. Да, еще нужно важный момент сделать, что тут логистика в Амазоне такая, что разово 10 тысяч заработать, чтобы достаточно 10 тысяч вложить в хороший товар. Но чтобы поддерживать постоянно, нужно чуть больше денег, потому что тебе Амазон еще выплату будет делать 2 недели примерно. Да, да. То есть, а тебе нужно уже товар закупать. Я думаю, что примерно, если 20 тысяч есть и товар хороший, то 10 тысяч стабильно можно делать. Да, то есть, цель заключается в увеличении оборотных средств, чтобы у вас там пробелы, когда вам Амазон дает выплату, между пробелом закупки товара, чтобы сокращался. Да, чтобы у вас не было разрыва этого. Слушай, круто, а какие вообще у тебя, помимо Амазона, в Америке здесь, как бы, ну, дела, в которых ты тоже занимаешься? Потому что я знаю, что ты занимаешься бодибилдингом, ты серьезно занялся залом. Какие у тебя сейчас есть цели, помимо Амазона, в целом, какая твоя, собственно, американская мечта здесь? Тоже хотелось бы послушать, к чему стремишься. Ну да, в первую очередь сейчас бизнес в приоритете, то есть настроить онлайн-арбитраж на хорошие суммы, при этом, чтобы он автоматизировался, то есть этот бизнес был уже, работал без моего вмешательства такого, то есть чтобы несколько часов в неделю затратил и при этом получил прибыль. Это первая сейчас цель. Вторая – это развиваться в спорте, то есть не только про бодибилдинг, это история, то есть про атлетизм в целом, то есть хочется поучаствовать в разных соревнованиях и так далее. То есть мне нужно больше времени на уделение вот фитнесу, не фитнесу, а спорту. И что следующее? Следующее – это private label, то есть после онлайн-арбитража хочу сделать свой бренд, который я буду тоже продавать на Амазоне, на Shopify, то есть развиваться в e-commerce. Очень круто, что ты затронул private label. Интересно, вот на момент начала с полного нуля, на твой взгляд, что лучше начать как первый шаг? Онлайн-арбитраж или private label? Вот в своем случае и для других ребят тоже расскажи, какое твое видение сейчас? Я считаю, что онлайн-арбитраж – это лучшая бизнес-модель для того, чтобы сколотить капитал, научиться вообще работать на Амазоне. То есть у меня не было такого опыта, сильного бизнес-опыта. То есть единственный бизнес-опыт у меня, который был, это продажа наушников на Авито. И, естественно, private label с таким багажом знаний будет трудно открыть. Онлайн-арбитраж позволяет тебе сколотить первый начальный капитал, с которого ты можешь взять какую-то денежку и вложить ее в свой private label. И при этом ты учишься работать на маркетплейсах и так далее. Да, сто процентов. Тут вопрос не только в деньгах, вопрос еще в том, что у тебя уже команда будет готовая. Ты уже научишься нанимать удаленных сотрудников, управлять ими, понимать специфику работы. И я тоже считаю абсолютно, что вот если ты просто, Вася, условно у тебя там до 30 тысяч долларов капитал, может даже до 40 тысяч долларов капитал, то проще начать с онлайн-арбитража, потому что ты быстрее деньги получишь. Ты сможешь автоматизировать, потом можешь заходить в private label с работающим бизнесом, с работающей командой, то есть уже более сильным. Сто процентов. Должны рассматривать онлайн-арбитраж как такой трамплин к private label. То есть это полноценный бизнес, который можно автоматизировать, с которого можно получать хорошие прибыли. Но если есть интерес двигаться куда-то дальше, то это уже private label. Но private label, он не для начинающих, так сказать, сейлеров. Да, я тоже думаю, потому что вообще разработка продукта, вся эта логистика, пока ты начнешь деньги на себя вытаскивать, из private label, может пройти год, может пройти там 9 месяцев. Ты, то есть уже за, меньше чем за полгода по факту, ты вышел на двадцатку с партнерами. То есть это вообще результат просто офигенный. Это быстрые деньги здесь сейчас, которые легко повторить. Цена ошибки очень низкая. Кстати, а вот по рискам в интернете же, ты занимаешься бизнесом, какие риски, мне кажется, риски достаточно низкие, потому что ты можешь товар возвращать, а ты как думаешь? Сто процентов, то есть риски какие есть? То, что тебя могут какой-то товар закрыть. Вот у меня, допустим, закрыли товар, как сказать, жалобу кинули. Да, какой-то из клиентов подал жалобу, и тебе Amazon запретил его продавать, правильно я понимаю? Да, и у меня заморозились продукты. Риски заключаются в том, что время у тебя затратится на разблокировку этого листинга, на убирание этой жалобы, на доставку продуктов обратно. Но вот человек мне убрал за два дня эту жалобу, человек, который занимается этим, то есть за 100 долларов он убрал эту жалобу. То есть этот вопрос решается, жалобы это просто операционная часть работы, правильно? И мне отправили товар обратно, и сейчас я этот товар могу реализовать обратно через Amazon, есть другие листинги, либо я могу его отправить обратно производителю. Также у меня было такое, то что я закупил слишком много продукта одного, и вот несколько боксов было. И продукт, ну, есть же у нас срок работы вилки, продукт был с сумасшедшим роем, то есть там, скажу, не поверят, то есть там больше 300 был процентов рой. И этот товар жил где-то неделю. И пока продукция дошла, уже этот продукт потерял свою актуальность, и что я сделал? Я просто заплатил деньги за доставку обратную, отправил товар обратно производителю, и мне сделали возврат денег. То есть риски минимальные, риски, как сказать, я вот когда общаюсь с людьми, если, допустим, с потенциальными инвесторами общаюсь, когда я им объясняю эту бизнес-модель, я говорю то, что все риски схвачены. Первое, это тебя могут заблокировать листинг, это решается быстро, довольно быстро. Второе, это листинг теряет свою актуальность, ты просто возвращаешь продукцию и платишь за доставку какие-то копейки. Да, круто. Надо, конечно, смотреть еще политику возврата каждого магазина, ну, я просто говорю для тех, кто, возможно, не совсем пока в нише, но тем не менее, если даже вы не успеваете в сроки вернуть продукт, можно просто на сайте поставщика оформить возврат вовремя, а фактически его отправить позже. Я еще думал, знаешь, на будущее, у меня еще не было такой ситуации, что не получилось отправить обратно производителю, но на будущее, я думаю, надо открыть eBay-аккаунт, чтобы, если что, эту продукцию на маркетплейсах от сторонних сливать, там, по себестоимости, знаешь, чтобы диверсифицировать эти все риски. Да, круто на самом деле, и вообще мне на самом деле приятно, что у тебя получилось по факту, то есть на самом деле очень сильный кейс, и моя сдача на этот год, как можно больше ребят выводить на чистую прибыль 10 тысяч долларов в месяц, собирать, скажем, такой комьюнити с селлеров, объединять вас, продолжать дальше развиваться вместе. Мне очень круто за вами следить, ты меня вдохновляешь достаточно сильно. И тебе тоже спасибо огромное за этот подкаст. Может быть, и еще что-нибудь хотел сказать, либо же... Да, то есть у нас огромный заряд на рост, и мы договорились на 100 тысяч долларов продаж, мы... Я своих партнеров сюда зову, и мы снимаем второй подкаст. Как это все было? Как раз вот у нас есть места, и в этой студии, наверное, постараемся записать. Также, если кто-то заинтересован в инвестициях, проинвестировать нас, то мы открыты к предложениям. Да, круто. Можем предложить хороший дел. Мы твой контакт, там Телеграм, Инстаграм, что захочешь, мы оставим в описании. У Виталика реально получается делать результаты. Опять-таки, я часто сам смотрю предложения по инвестициям, я часто вижу, что там какой-то скам. Люди привлекают инвестиции под идею, то есть я вот сейчас займусь Амазоном, дайте мне деньги. У Виталика уже есть рабочий продукт, рабочая команда, то есть деньги нужны для подмасштабирования. Ну, я лично уже первую, первую, как бы, скажем, транш инвестиций уже сделал. Мы дальше говорим, как мы дальше будем развиваться. Я в этом заинтересован, потому что мне интересно вырастить сильный кейс. Онлайн-школ, по онлайн-рабитражу других, я не видел пока кейсов, ребят, которые 20 тысячи с ними сделали за месяц. И мне даже для онлайн-школы интересно своих учеников иногда инвестировать, чтобы вам помочь. И я себе тоже, как бы, выиграю от этого. И деньги, и репутацию, компетенцию, собственно, мне только в кайф. Венглайн. Да, поэтому, ребят, контакты Виталика оставлю. Может, еще тебе какая-то надо там. Струдников, наверное, отсюда искать не очень эффективно, потому что многие люди захотят, типа, условно, к тебе прийти, обучиться и потом уйти. Поэтому я тоже, как бы, никогда с Ютуба не нанимаю струдников. Но, если что, подписывайтесь на Виталика. Может, в Инстаграме будешь еще постить про Амазон или нет? Нет такого желания. Да, у меня сейчас есть большое желание свой Инстаграм уже развивать больше как разносторонняя личность. Мы сегодня ехали с тобой. Да. И вот я говорил то, что у Райфа Лоурена у них был такой билборд, на котором написано Don't be... Типа, не будь чем-то одним, будь многим. Поэтому я хочу свой Инстаграм уже больше посвятить предпринимательству, путешествиям и так далее. Так что... Короче, смотри, ты будешь сейчас устраивать Инстаграм, где будешь прям рассказывать про свою американскую мечту, про развитие, про цели такого формата. Да-да-да. Круто, ребят, подписывайтесь. Те, кто переезжает в Америку и вообще нужна мотивация. Меня вдохновляют такие люди, как Виталик. Я постоянно серчу, ну, как бы слежу за ребятами. Это дает мне энергию. А вообще, в целом, как у тебя выстраиваются комьюнити здесь в Америке? Вот ты русскоязычный, ты в основном... Как строишь окружение здесь? Какое вообще у тебя? Вообще, хочу добавить немного к предыдущему... к предыдущей теме, какую-то вещь в себе, а как часть вашего какого-то общего развития. То есть, в современном капиталистическом мире деньги это, мне кажется, часть духовной составляющей человека. Поэтому вот я Амазон рассматриваю именно как часть моего духовного развития, а не материального, не только материального. Вот. А что касается моего... Ты спросил, дальнейшее развитие? Комьюнити. То есть, мне интересно, как ты выстраиваешь свое окружение сейчас. Потому что для меня эта тема актуальна. Я стараюсь знакомиться с сильными предпринимателями, с людьми, с целями, да, не обязательно предприниматели, спортсмены и так далее. Да. Это меня заряжает. Вот какая у тебя ситуация, вот даже для мигрантов предпринимателю будет интересно. Как ты выстраиваешь окружение? Ну, в общем, моя цель искать людей, у которых есть вектор движения. То есть, они не просто живут эту жизнь, так сказать, не говоря никакими целями, а именно люди, которые заряжены амбициями, заряжены целями, мечтами и так далее. И часть всего это либо предприниматели, либо это спортсмены. Вот я пока ищу знакомство в этих двух сферах. Это наши точки соприкосновения. А по поводу локации, ты сейчас живешь в Сент-Луисе, штат Мизури. Штат Мизури, да. То есть, история такая была забавная. То есть, я и партнеры собрались ехать на работу, так как сезон в одном месте закончился, мы решили приехать на такую же работу в другое место. Приехали, партнеры вышли на работу, я еще не успел выйти на работу, и на второй день они уже не пошли, то есть, мы договорились, то что мы сейчас сфокусируемся полностью на Амазоне, и таким образом мы уже оказались в другом штате, на работу я не вышел, и в итоге таким образом я остался в Мизури, но в следующем месяце, получается, я приезжаю сюда в Майами, то есть, вы должны фокусироваться на таких местах, где вы сможете коннектиться с людьми, с людьми, которые в вашей области занятий, то есть, тут и спорт есть, и много атлетов, и огромное количество предпринимателей, если у вас нету английского, здесь много русскоговорящих предпринимателей, e-commerce, Amazon, поэтому нужно искать место, где вы сможете нетворкаться, коннектиться с людьми. Да, я тоже хотел бы всех призвать кто занимается лонарбитражом, в Майами переезжать, мы здесь с ребятами, в том числе, те, кто у меня проходили курс в основном, встречаемся, обсуждаем какие-то проблемы, курим кальян, как бы решения находим, делимся опытом, это очень полезно, это круче, конечно, чем онлайн, конечно, конечно, то есть, переезжать в Майами, красавчики, я, возможно, еще на своем другом YouTube-канале, где я про Америку снимал, там, где я снимал свой первый Toyota Camry, помнишь? Я буду дальше выпускать видео и тоже буду какие-то полезные контенты делать для эмигрантов, потому что это реально важно для тех, кто идет к американской мечте, вот, ну, пока, еще раз тебе спасибо, Виталик, давай тогда, наверное, завершать, подкаст, все, увидимся еще раз на канале, окей, все,